Поздравления в коммун праздника звучали в адрес ветеранов и военнослужащих вооруженных сил. А белорусская армия сегодня насчитывает около 65 тысяч человек. Однако 23 февраля своим днём по праву считают не только военные, но и все, кто имеет отношение к защите Родины. День защитников Отечества стал поистине всенародным. Торжества проходят по всей Белоруссии. В Бобруйске местом встречи стал областной театр драмы и комедии. Была царская армия, была советская армия, сейчас стала независимой. Армия Белорусской Республики. Государство основу составляет армия и ее основы. Если нет защиты, значит нет и существования государства. Главное качество будущего защитника – это храбрость, это напористость, это уважение родных, близких и, конечно, профессиональное знание. Со сцены театра защитников Отечества поздравили первые лица города и музыкальные коллективы. Для них цветы – слова благодарности. Всенародное спасибо артисты выразили через призмы песен и танцев. Напишу письмо и пусть несется к дому, только бы не волновалась мать. Наденьте ваши ордена медали, в боях добытый доблестный металл. Благодаря сегодня их мужеству, благодаря их сегодня, наверное, подвигу, который они совершали, то ли вводы Великой Отечественной, то в Афганистане, мы сегодня живем под мирным небом. Огромные слава и благодарности этим людям. Дай Бог им здоровья, благополучия. Сегодня в стране создана профессиональная, хорошо оснащенная армия, которая способна не только обеспечить безопасность Беларуси от внешнего агрессора, но и является внутренним стержнем государственности. Вооруженные силы всегда были надежным гарантом защиты мира, стабильности и безопасности. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйцк, 360.